всем привет у нас выживание в подземелье вторая часть это свеженькая игра для нас если не удивляйтесь я там чуть немножко прошел как говорится вы двое не сприте начинать поиски квест новичка может быть проблематичным и позвольте мне показать вам основы как это работает по моей команде перемещайтесь это лес похож на лабирин я чуть не заблудился шарлоту не расслабляй судя по следам оставленным на дороге они должны быть где-то неподалеку рэми хорошо я просто немного голоден рэми это мужик серьезно а по картинке это баба нам нужно перестановку сделать сделали перестановку чтобы танк был впереди нашли софи глубоко внутри запретного леса женщина с повязкой на глаза стоит на обочине дороги в одиночестве она выглядит испуганной разноченная битва только что прошла недалеко от нее на земле разбросаны доспехи оружие ветки листья какой-то беспорядок кто вы вы должны быть господа софия мы искали вас по приказу господина простите наша команда была в патруле потом на вас неожиданно напали напали дикие звери нет нет мы не знаем кто или что нас напала но ясно слышала как это протянуло мне руку помощи будьте уверенными софи мы пока поможем вам разобраться в совсем нам дали хилла священник так называемой софи без хилла конечно трудновато у нас почему-то идет автор режим на начале ну видимо так разработчику очень удобно появились назойливы жуки нажмите на иконку навыков чтобы уничтожить всех но когда нам отдадут бой тогда нам будет проще а пока нам не отдают бой собственно поговорят что этот танк я смотрел его характеристики уже это просто танк и чуть-чуть немножко dd вот собственно говоря что мы можем забивать всех тут надо паладину кастовать в бою вы можете использовать энергии чтобы вы свидетельство навыки лорда пробуйте нажать на выбор цели энергия восстановится в начале каждого хода равное количество присутствующих героев умноженное на 10 давайте сплэшом побьем на самом деле мы очень сильно проседаем по урону из того что у нас очень мало хп минус 2 собственно срезали всех вы были достаточно хороши посмотрим на вашу добычу нам дали пистолет мушкет так называемый нажмите на аватар чтобы его снарядить давайте его снарядим теперь у нас чуть-чуть посильнее оружие давайте еще раз на него посмотрим что касаемо мушкета у него есть сетовый набор то есть у нас увеличится урон если мы соберем например много обычных предметов также у него увеличение навыка смертельный выстрел что нам что мы смертельный выстрел можем второй раз так называемый у нас во второго уровня он еще не прокачан тут у нас на внимание группы привлек тяжело раненые солдат длежащие в траве на обочине на самом деле тут дают вам возможность выбора я просто посмотрел чуть-чуть когда тестировал игру я посмотрел что это вообще такое с чем это едят и вот и в целом он неплохо смотрится имперский логовый энмонд он там не успел говорить солдат потерял сознание и отключился а у нас есть выбор мы можем получить железный шлем железный меч либо 3000 золота в обмен на небольшое количество выносливости я думаю будем брать золото на выносливость я в прошлый раз брал меч и честно говоря он не особо благодаря современной помощи софи удалось спасти жизнь солдата но из-за ее слабости у нее закружилась голова то есть мы спасли солдата ну то что она там мисс софия с нами все в порядке отлично вот некоторые припасы которые подготовили не будем полагаться на вас ребята позвольте быть осторожны с призрачными монстрами урон получила софи но я думаю это не критично давайте посмотрим а мы не можем ее посмотреть да у нас ее нет в группе поэтому хрен бы на нее пока нам ее не отдадут в группу поэтому для нас она будет бесполезно собственно обычные перчатки давайте сразу экипируем нашему стрелку для того чтобы вот смотрите у нас собрался сет у нас два набора плюс 10 процентов урона что неплохо поэтому теперь у нас дпс чуть быстрее бьет вот начинаем расстреливать жука даем неуязвимость расстреляли минус 1 и расстреляли минус 2 но она очень сильная на самом деле глубоко в лесу еще один сон лежит и краю группа подошла ближе чтобы проверить и обнаружить что это человек капитан судя по ранам оставленного теле на него также на напала та же группа но в любом случае надо пытаться его воскресить мисс софи причем это стрелок боюсь что я ничего не смогу сделать эдмонд не враг но он может помочь нам за расчетующим это жерель моя самая ценная вещь если я умру пожалуйста возьмите ее его мы не будем брать жерелье потому что предмет и мусор я думаю а вот черта для нас будет более полезно поэтому берем черту софи изо всех сил пыталась спасти солдат теперь солдат вне опасности я все еще жив и действительно госпожа удачи кто там получил черту у нас получила черту она собственно рэми стрелок так называемый наш на самом деле вроде баба по внешнему виду почему-то считают ее мужиком на самом деле что удивительно после победы имеется 5 процентный шанс восстановить 20 процентов от максимального узе ну неплохо неплохо регенка лишней не будет давайте похилим нашего хила очень сильно просил или не будем давайте не будем его хилить пока переходим на следующий этаж надо прокликаем пока скорость чтоб поменьше было отключить мы больше ничего не можем а вот нам собственно рассказывают навыки но непонятно пока они как они работают еще плюс опять же тут на скажем так в иероглифах поэтому не ясно в любом случае навыки а я понял то есть мы можем для автобитвы но опять же автобитвы не хочется пользоваться поэтому пока не будем с ней заморачиваться давайте посмотрим в конце тихой тропинки в тяжелых темных доспех в шлеме похожим на демона чувствуется его шумляющее присутствие даже тогда когда он стоит в другой стороне тропы группа решает его окружить эдмонд не умничай выходи уже ты думаешь что сможет добраться ко мне своими убогими навыками черт мы раскрыты этот шлем и я когда прав он должен быть дезертиром эдмондом будь осторожней все он выглядит довольно страшным как пожелаешь на самом деле мы в любом случае мы проиграем нам нет смысла с ним драться потому что он сильнее нас у него 7000 хп мы как ни крути его не запинаем поэтому на начале мы его просто не сможем убить и у него броня как вы видите на семьдесят восемь процентов увеличивается то есть у него цифры очень и очень большие то есть мы его у него еще проиграем драться с ним нет особого смысла мы ему будем копейки урона наносить у него возврат к судя по всему стоит но мы я как говорил ранее мы его не убьем поэтому особо пытаться нет смысла его бить 7000 просто мы не заковыряем как бы мы не хотели это сделать это можно особо не сопротивляться бой заскриптован поэтому вы в любом случае ему проиграете как бы вы не хотели мы конечно могли бы посопротивляться ему потому что у нас висит гард мы в теории мы можем посопротивляться но это будет очень долго и я не думаю что нам это особо нужно то есть в теории мы могли бы его запинать давайте посмотрим видите у него всего лишь 300 хп мы сдули но у нас очень маленький урон он для нас очень сильный противник поэтому нам проще ему проиграть чем пытаться выбить выбить его можно но нам он нужен по сюжету по крайней мере я скажу так чуть дальше смотрел поэтому поэтому и прощает неважно маленький, поэтому нам особо… Какая-то странная хреновина, не понимаю, как она работает, если честно. Слепая Софья прорицательная, в то же время больше всего на свете заботится о смерти своих друзей при применении щит к союзникам, снижает получаемый урон 10-15 процентов на два хода, статусы, тени уменьшает урон, который получает персонаж, каждый уровень атаки повышается на 5, когда персонаж получает урон, щит поглощает весь урон, эффект завершится, когда значение достигнет нуля. на нас висит дебаф какой-то, истощение, каждый уровень повышает атаку на 5, но учитывая то, что это истощение, то у нас атака просто упала в ноль. Мы его просто не убьем из-за того, что мы не можем почистить его. собственно давайте попробуем автобитву отключить ударную эту магию. Опять же мы не знаем, что у него за навыки, но в теории, скорее всего, первый навык это ударный. мы можем это посмотреть, интересно. Щит, защит, поглощение. Гимн надежды уменьшает перезарядку навыков, потребление энергии, увеличивает урон. Благословление вдохновляет, обеспечивает защиту, очищает стеки заряд. Нам в идеале вот это вот нужно, а первое наносит духовную, он применяет к себе заряд. Но на самом деле нам вот это мусор не нужен, нам нужно благословление. Также нам в идеале бы щит для союзников, либо для всех. Лучше, наверное, для союзников. Пробуем, в общем, это чело бить. Ну, собственно, нас практически добили. Наш грудь с ним бесполезно драться, он слишком толстый. Мы его, скорее всего, не сможем пробить. Минус пятьсот, минус один персонаж. И, собственно, нам хватило. Вы, новобранцы, перестаньте выставлять себя на посмешище. Не двигайтесь, эти пропавшие солдаты. Вы ничего не ответственны за их пропажу. Верно? Шутишь? У меня нет на это времени. Секундочку. Вы помогли нам, когда напали на нас? Нет необходимости упомянуть об этом. Если хотите найти солдат, можете следовать за мной. Могут возникнуть недопонимания. Софья наложил заклинание на Эдмана, и он вылечился. Мы, собственно, завершили, судя по всему, первую миссию. Приключение завершено. Давайте вернемся в город и немного отдохнем. Квест завершен. Ну, хорошо. Завершен, завершен. Загрузка 100%. Собственно, Рэми получили уцелевший. Мы также получили доспех. Жилет обычный, но он зеленый. Урон Крит. Город. Во время буй и сопротивления смерти затронуты. Навык уланения все. Я не успел прочитать, что он там написал. Используйте эмблемы, чтобы нанять Софью. Давайте наймем Софью. Нанять. У нас есть Софья. Отлично. Наши герои должны быть подготовлены, чтобы стать сильнее. Давайте попробуем улучшить навыки Софьи. Давайте усилим святой щит Софьи, нажав на него. Давайте усилим. На самом деле нужно улучшать не святой щит, а вот это вот нужно улучшать. А нашему ДПСеру нужно улучшать первый скилл, эго-смертельный выстрел. Проникающий урон особо бесполезен, потому что он не так много ДПС и дает. Танку нужно уменьшает она сильный вами урон на 90%. На самом деле это бесполезно качать, потому что она, как вы видите, бесполезная. Эту если только увеличит броню. Но вот броню можно покачать. Если эту... Это просто ДПС поднимает. А, ну и защиту тоже дает. Но это просто ДПС, да? ДПС танку не особо нужен, а вот защита она, конечно, интересная. Ну, собственно, увеличение брони для танка обязательно. Поэтому берем увеличение брони. Броня богов бесполезная, потому что уменьшение наносимого урона нам особо погоду не сделает. Тут два хода как было, так и осталось, поэтому это бесполезно. По ДПСу я, собственно, разобрался уже. Проникающий выстрел, ну, там чуть больше урона, но нам погода это особо не сделает. Здесь единственное, что недостаточно ресурсов, то есть у нас нет... Что касаемо метки, увеличение урона. Ну, в принципе, метка полезная, но фейска в том, что он кидает отметку здесь. Поэтому это бесполезно. Потрепанный набор новичка. Собственно, у нас есть жилет, он, скорее всего, идет на милишников, но мы отдадим его роги. Видите, то есть он не хочет отдавать его роги, но нужно отдать его, видимо, танку. Отдадим танку. Собственно, навыки Софии... Как я и говорил ранее, тут, в принципе, смотрится шикарно. Уменьшение время ожидания навыков на один ход и потребление энергии. Вот это вот полезный навык, судя по всему. Единственное, увеличение баф на урон на самом деле он бесполезный. Не понятно, зачем увеличивать духовный урон, поэтому его можно не увеличивать. По правосудию понятно. Правосудие, собственно, обеспечивает защиту и очищает. То есть это самый полезный скилл. Его желательно качать на максимум гимн надежды. Поднимает настроение. Уменьшает время ожидания всех навыков союзников. Уменьшает потребление энергии. А, ну, по духовному урону я уже смотрел. Запускает... Ну, это, в общем, ДПС. А на ДПС чуть больше урона, погоду нам он особо не сделает. Гимн надежды, ну, опять же, это баф урона на всех союзников. Ну, в целом, для ДПС и группы это... Ну, опять же, духовный урон... Мы не знаю, каким уроном бьем, но я не думаю, что мы духовным уроном бьем, поэтому я не думаю, что для нас это полезно. Но, опять же, баферу он в любом случае нужен. Собственно, как-то так. А, у нас тут что-то есть. Уровень лорда открыт. Давайте переименуемся. И как нам переименоваться? А, нам нужно следующий этаж пройти, судя по всему. А здесь, как вы видите, пусто, но нам почему-то подсвечивает то, что здесь не пусто. Ну, неплохо в целом. Прошли один этаж, посмотрели вкратце. Хранилище почты, общий сил, опыт и уровень лорда. Ну, скажем честно, Шарлотта сомнительная в плане силы. Поэтому давайте возьмем вот так вот. Никнейм почему-то я поменять не могу, но, скорее всего, он поменяется позже. Поэтому мы просто поменяем его чуть позже. Про тушу мы тоже зайти не можем. А, у нас главное, собственно, дебют и возвращение. Вот, собственно, у нас еще улучшение Софьи. Мы можем забрать осколок для улучшения Софьи. Это мы забрать не можем. Это на прохождение всего сюжета, судя по всему. Это биография ребят. О, как много народу. Давайте граиданем Софью. Непонятно, правда, где. Софья. Это, собственно, информация по урону. То есть, так называемая внутренняя информация. Это непонятно, что такое. Это все оружие. Собственно, по сортировке это навыки. Это, судя по всему, уровень, который можно прокачивать с помощью книг. Черты, которые открываются за звезды, судя по всему, из золота. То есть, черты – полезная вещь, судя по всему. Навыки у них у всех закрыты. Кроме нее. Потрепанный набор новичка. Непонятно, где Софью прожимать. Три, четыре. Два, четыре. Два, один. Один, четыре. Расширение склада будет разблокировано. Тренировочный полигон до 1.2 и таверна 1.3. Ясно, ясно. Пока ничего не понятно, но очень интересно. На самом деле, почему-то мы Софью почему-то прокачать не можем. И она, судя по всему, вылезла куда-то вверх. Требования 13 уровня Лорда. Дьявол. Внутри золото, осколок Софьи. У нас осколок Софьи 10. Собственно, больше пока мы ее прокачать не можем. Золото 5000. 13 уровня Лорда. Дьявол внутри. Это у нас... Хранилище, судя по всему. Это, видимо, улучшение цвета персонажа. Если я правильно понял. То есть, у нас сейчас серые. Возможно, это улучшение цвета. Станут, например, зелеными. И так далее. Ну, непонятно просто, как это работает пока. Но, в целом, выглядит неплохо. Единственное... Очень сильное ограничение. Доска объявлений. Ладно. Я думаю, мы с вами на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok